Военные Южной Кореи достали из моря часть корпуса ракеты КНДР. Фрагмент ракеты, которую КНДР в конце мая пыталась запустить с разведывательным спутником на орбиту и потерпела неудачу, достали южнокорейские военные со дна Желтого моря. Об этом передает РБК Украина. Ссылаясь на Йонхоп, Южная Корея проводила мероприятие по поиску частей ракеты Севера в течение недели, и вот сейчас в акватории Желтого моря было обнаружено и поднята на поверхность первая затонувшая часть ракеты КНДР, проинформировали в Южнокорейском объединенном комитете начальников штабов, GCS. Для этой поисковой операции военно-морские силы страны задействовали специально подготовленных водолазов, а также два поисково-спасательных судна, подводную спасательную лодку и морской патрульный самолет. Пхеньян осуществил запуск ракеты-носителя, Чолима-1, со спутником-шпионом, Маулиген-1, 31 мая. Однако попытка вывести на околоземную орбиту ракету не получилось, и она упала в море в 200 километрах к западу от Южнокорейского острова Ячхон, тогда же Южная Корея и начала поисковые работы в районе падения. Теперь один из фрагментов ракеты был обнаружен и идентифицирован на дне на глубине 75 метров, длина выявленной части – примерно 15 метров, что составляет половину всей ракеты. Обнаруженный фрагмент ракеты КНДР отправят к месту базирования второго флота ВМС примерно в 60 километрах от Сеула. Там южнокорейские и американские специалисты проведут необходимые исследования, которые позволят выяснить, как продвинулись ракетные технологии Пхеньяна и какого прогресса достигли ракеты КНДР большой дальности, поисковые работы в Желтом море продолжаются. Военные намерены поднять остальные части ракеты, а также сам спутник – попытка КНДР запустить спутник «Шпион». В Северной Корее 31 мая предприняли попытку запустить на орбиту военный разведывательный спутник «Маллегионг-1». Однако, как сообщили тогда государственные СМИ страны, эта операция провалилась из-за «серьезных дефектов». Между тем КНДР сообщила 4 июня, что следующий запуск будет осуществлен без предварительного уведомления. США, Япония и Южная Корея сохраняли повышенную готовность к реагированию в течение всего заранее объявленного окна запуска. Добавим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Сталтенберг осудил неудачную попытку Северной Кореи запустить спутник военного назначения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм.